Первый вопрос от Аникета Диваткара. Он говорит. Приветствую, гуру-жи. Недавно я просматривал источники о тайном обществе иллюминатов, которые управляют нашим миром через средства массовой информации, финансовую сеть и политику фармацевтики. Даже многие лидеры, гуру и священники находятся под их контролем. Что вы на это скажете? Но не я. Не я. Но вы все равно должны ответить на вопрос. Я отвечу. Просто говорю, что меня они не контролируют. Согласна. Я думаю, что вы начитались Дэна Брауна. Вы имеете в виду Аникета? Да. Аникет, где бы вы ни были. Видите ли, это часть европейской культуры. Хотя постепенно это приходит и в Индию. Но в Европе тайные школы были окружены романтикой. Даже такие известные люди, как Сократ и Аристотель, тоже были членами тайных школ. Зачем же делать школу тайной? Потому что общество устраивало гонение на все, с чем оно не было согласно. Гонение. Только спасаясь от гонений, школа становится тайной. Не так ли? Традиции тайных школ так широко распространены в Европе, потому что догматические религиозные верования все подавляли. Все, что, по их мнению, могло собрать 10 человек, подавлялось. А собравшихся убивали. Поэтому устраивались тайные школы. Чтобы вы не имели в виду под названием иллюминаты, которые позже превратились в вольных каменщиков или масонов, существует некая история, которую я не могу подтвердить. Написано несколько книг о том, что масонство основали индийские каменщики, которые работали в Древнем Египте. Поскольку им приходилось жить в чужой стране, они придумывали разные уловки, чтобы выжить там. Между собой они выработали условный код и общались друг с другом с помощью закодированного языка, чтобы усылить в этой недружелюбной культуре. Отсюда и распространилось масонство. Так говорят некоторые книги. Но в этом нет исторической достоверности. Но это возможно. Мы знаем, откуда появились каменщики. Они прибыли из Индии для строительства храма в Баальбеке и пирамид. Существуют ясные записи о храме Баальбек в Ливане. Этот храм был построен 4200 или 4300 лет назад. Это финикийский храм, и там работали индийские каменщики и индийские слоны. Все ливанские дети проходят это в школе. Но никто из индийцев никогда не изучал это или что-то подобное. К сожалению, об этом не упоминается в индийских учебниках истории, как бы там ни было. Уже позже это превратилось в масонство, и масонство обрело мощную форму. Когда это движение проникло в Соединенные Штаты, оно приняло очень мощную форму, потому что христианская догма была очень подавляющей. Вольномыслящие люди называли себя масонами, хотя они и не были каменщиками. Однако вы увидите, везде, где есть масоны, архитектура их зданий просто фантастическая. Я побывал во многих масонских храмах просто потому, что мне нравится их архитектура. Фантастическая архитектура, потому что геометрия – неотъемлемая часть их культуры. Вероятно, поэтому кто-то пишет книге о том, что они пришли из Индии, потому что в Индии йогическая культура полностью посвятила себя геометрическому аспекту жизни. С одной стороны, йога означает ценастройку вашей геометрии с геометрией космоса, чтобы углубить ваш жизненный опыт таким образом, чтобы то, что есть космос, в какой-то степени стало отражением вас, или чтобы вы стали отражением космоса. Можно смотреть как угодно. Поэтому везде, где мы наблюдаем обостренное чувство геометрии, мы думаем, что там были йогины. Потому что в древности такой уровень геометрии был недостижим, если только вы не посвящали себя внутреннему процессу. Сегодня, конечно, люди изучают геометрию на другом уровне, внешними средствами, но в то время единственным способом понять такую сложную геометрию было изучение собственного строения, как устроено это тело и наблюдение за планетами и астрономическими явлениями. Так что когда-то, да, они кое-что контролировали. Но я думаю, что влияние всех этих тайных школ сильно преувеличено. И не волнуйтесь, Аникет. Аникет, не волнуйтесь. В наши дни они ничего особо не контролируют. Многое контролирует президент США.